он норгает красный свет да, снимай а расскажи, пожалуйста с какими композиторами ты работал и какие композиторы писали песни специально для тебя АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выходила, маленькая душа ПЕСНЯ ПЕСНЯ Очень многие песни Матвея Блантера звучали в исполнении ансамбля танца и пляски советской армии. Но чтобы песню услышали и узнали слушатели, конечно, нужен исполнитель. Вот с очень многими советскими певцами Матвей Блантер дружил. Да, Матвей Исаакович Блантер. Матвей Исаакович Блантер, ну это мы были просто друзья. Я скажу, что среди людей, поэтов, композиторов, мы очень подружились с Матвей Исааковичем. Но он такой душка, он такой умный, он такой открытый, честный человек. Матвей Исаакович Блантер. Матвей Исаакович Блантер. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я еще был совсем маленьким, там в Голумете, спал где-то там на улице. И приехал из тайги, значит, сын медвежатника, дедушка Тюхтин. И этот сын его Тюхтин. Ему надо было готовиться к армии. И вот он со мной утром сидел и пел эту колыбельную песню. Я ее до сих пор помню. Спи, мой малыш, вырастай на просторе, быстро промчатся года. Смелым орленком на ясной озоре ты улетишь из гнезда. Даст тебе силу, дорогу ухажет Сталин. Своей рукой спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Даст тебе силу, дорогу ухажет Сталин. Это тоже Блантер напишал. Мне было 6 лет, а я до сих пор вот помню эту колыбельную. И когда я ему рассказал, он такой чувствительный человек, Матвей Исаакович, он заплакал. Что в 6 лет там в тайге, я говорю, вот он пел. И когда я Блантер, я говорю, думал я тогда, что я вот так вот с Матвей Исааковичем Блантером, который на меня напишет «Пушки молчат дальнобойные», который на меня напишет «Черноглазую казачку». Потом он мне предлагал еще и «Вороги сожгли родную хату». Потом он еще одну вещь мне предлагал. Вот тоже хотел, чтобы я записал, Матвей Исаакович. Это вещи не для моего голоса. Отдайте Марку Бернасю. Вот он их. И он отдал. Враги сожгли родную хаваду, Сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, На перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле, Травой заросшей угород. Песня «Сожгли родную хаваду» Вот надо было таким голосом ее петь. А я же опера на камерном. Бернасю потом в пластинке записал, На телевидении писал, И они вот так вот все прошли. Потому что там, конечно, на оперном дыхании, на всем этом, было просто... Я мог испортить просто вещи. И в Радисайкли родную хату, и эту вторую песню. А Марк Бернеш ее на место поставил, обе вещи. И они пошли в народе. Дорогие, милые мои товарищи, спасибо вам и за Катюшу. Спасибо вам и за вашу доброту. А самое большое вам спасибо за то, что вы так хорошо поете. Ну, короче говоря, когда мы начали писать в Доме звукозаписи, его лантеровские песни, то я должен был записать «Черноглазая казачка». Я ее записал. Потом был один, который подходит ко мне и говорит, «Леня, ну спой, пожалуйста». Говорит, сейчас, пока запись настроили на тебя, на твой голос, все. Спой, пожалуйста, «Пушки молчат дальнобойная». Военная песня «Северо-западный фронт». «Пушки молчат дальнобойная» пел Шопенко. А он обратился ко мне за запись. Но там уже было расписано, партия, хор, все там. Только вот нужно повторить было то, что пел Шопенко. Я ее записал. Пушки молчат дальнобойные, Залпы давно не слышны. Что ж мне ночами спокойными Снятся тревожные сны. Молнии, небо, расколотно пламя во весь коридор. Наша военная молодость «Северо-западный фронт». Потом он меня пригласил на какой-то, я не помню, сейчас дворец культуры. У него была встреча с «Северо-западным фронтом». Участниками «Северо-западного фронта». И вот там уже были розданы людям на руки припевы. Мы с ним пели. Он аккомпанировал. Зал подпевал. Так вот мы спели. А потом приходит этот начальник дворца культуры и говорит, Матвей Шаку, чему? Говорит, вот ноты. Пушки молчат дальнобойные. Мы хотим их поместить в музее. В рубрику «Блантер». Он говорит, ну вот и поместите. Отдает мне. Примите это от Харитонова. Он такой, в общем-то, располагающий человек был. Я говорю, да что, Матвей Шаку. Я только пел. Вот, говорит, ты и спел, а ее и приняли. А до тебя ее пел, говорит, Шопенко. Хорошо. Ну вот особой популярностью пользуется черноглазая казачка. Расскажи, как это все происходило. Как он ее написал, как он ее тебе дал. Как все это было? В 1966 году Блантер написал очень красивую песню «Черноглазая казачка». Вообще о казаках, о казачках писало много советских композиторов. Казачество вообще привлекало сердца и умы многих поэтов, писателей, художников. И вот «Черноглазая казачка» – песня зажигательная. Вот, а «Черноглазая казачка» он принес, и мы пошли к Борису Александровичу с ним. Борису Александрович согласился ее оркестровать, аранжировать на хор, на оркестр, все, аранжировку сделал. И самое интересное то, что я ее почему-то не выносил пока на сцену. У меня было много заказов, до Матвея Цаковича еще не дошло. Но коллективу очень она понравилась. Ну, прямо все вставали, когда я на репетициях пел казачку, все прямо кричали «Леня, Леня, ну еще раз, для нас». И мы уехали в Лондон, пока репетировали казачку, уехали в Лондон с Александровским ансамблем. Альберт Холл, самый лучший зал мира, там 4 или 5 тысяч было, там практически все певчи пели без микрофонов. Но Александров переживал очень за Беляева и поставил микрофоны. И импресарио Хохаузер, вот его фамилия Хохаузер, говорил, хотелось бы, чтобы ты еще и 5 пел, что ты всего 2 и 3 набишь. А я пел «Утес», пел «Эй, Ухнем». А Александров говорит ему, попроси, говорит, его спеть казачку. Ну, он ко мне подходит, говорит, слушай, он по-русски говорил, спой казачку. Говорит, откуда ты узнал? Ну, узнал, говорит, слушай, Леня, ну ты-то убери микрофоны. Говорит, хорошо, будет сделано. А я, говорит, тебя за это в ресторан приглашу, вот так вот, обещаю. Ну, я Руслану говорю, Вадим Львовичу, Вадим Львовичу, я сейчас выйду петь, ты перед этим выйди, микрофон убери. Как, Александр, для Хо-Хаузера будет презент. Он унес. Была такая пауза, неожиданно. А я заканчивал концерт ансамбля всегда. Еще когда Русланов упавил, понес микрофон, Борисович Макарин говорит, ты чего, куда ты? И зал хватал. И я запел первую «Эй, ухнем». «Эй, ухнем, эй, ухнем, еще разик, еще раз». «Разовьем и березу, розовьем и кудряву, ой, да-да». В зал муха пролетишь, тишина, я у меня все в очи пою. Без микрофона. А, без микрофона, вот так вот начинаешь пьянисимо. «Эй, ухнем, эй, ухнем, еще разик, ей, ухнем, еще разик, ей, ухнем». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кричат, хлопают, топают Больше, наверное, благодарны, что я снял микрофон Чем мое мастерство Ну, я так объясняю Ну, и потом спел «Утёж» Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Потом спел «Сиром пироги» Украинскую песню «И сиром пироги, ой чули, 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 ой чули, чули вы» Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот тут было вообще сумасшедший дом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогой Борис Александрович Любимый мой генерал Замечательный руководитель Гвардейского ансамбля Советской Армии Коснодоменного ансамбля Я не нахожу слов Как вас благодарить За то, что вы сегодня пришли И вот этой палочкой Сотворили такое чудо Большое вам спасибо Дорогой Борисович АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА